А я напоминаю, в эфире «Утро Донбасса» и сегодня у нас в гостях Юрий Артурович Тараскин, инженер кафедры автомобильного транспорта Луганского государственного университета имени Владимира Даля, а также Александр Сергеевич Лошаков, аспирант кафедры автомобильного транспорта Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Доброе утро! Ну, я так понимаю, вы, ребята, непростые, с умелыми руками и достаточно продвинутым умом в плане инженерии и вообще современности. Очень интересная тема у нас сегодня с вами для беседы, для обсуждения. Как я знаю, луганчане разрабатывают интеллектуальную систему для диагностирования родстер Крым. Звучит, в принципе, что-то такое, ну, прям масштабное, как по мне. Расскажите, пожалуйста, что это такое, что это за система, как так получилось, что вы являетесь непосредственно участниками всей этой разработки? С 2022 года нам поступило предложение принять участие в таком всероссийском проекте, как родстер Крым. На 2022 год было 22 участника вуза, на данном этапе уже 27. Суть данного проекта заключается в том, чтобы заявить о нашем отечественном автопроме, как о достойном сопернике, тем уже известным брендам, которые существуют на данном моменте на авторынке. Все проектировалось с нуля в Бауманке, в Москве, весь проект. На данный момент мы собираем уже третью модель, ну, мы приступили к проекту на третьей модели уже. То есть до этого еще было три автомобиля. Суть заключается нашего проекта, луганского, в том, чтобы мы создаем на базе «Лады Гранты» спортивный молодежный автомобиль, но с нашей отечественной интеллектуальной системой для диагностирования автомобиля в целом в режиме реального времени. Это уже что-то будет совершенно иное, что-то новое, как я понимаю. Вы сказали, более молодежное, спортивное. Да, да. Суть в том, чтобы этот автомобиль был по последнему слову техники оборудован, как и для молодежи, так и для взрослых уже, может быть, да. Он будет доступным на рынке, он будет прост в эксплуатации и, что самое главное, в обслуживании. Его не нужно будет сдавать в утиль через три года, как сейчас заявлено у многих автоконцернов. А скажите, вот сколько времени уже вы занимаетесь этой разработкой, именно ваш ВУЗ? С 22 года, получается. И по сей день. Да. То есть, ну, за, получается, сколько уже прошло, ну, полтора года, можно сказать, вот, примерно, да, сколько, вот, с момента, как мы вступили в этот проект, достаточно уже много произошло изменений. Мы были не раз на стажировках, обменивались опытом. Наш руководитель, замод Тарас Николаевич, поехал на АвтоВАЗ. В процессе деловых переговоров к нам поступил донор, новый автомобиль, «Лада Гранта», на кафедру, которая практически полностью уходит на этот родстер. В силу наших некоторых ограниченных материальных возможностей, вот таким образом этот проект и продвигается. Да, потихонечку, по ниточке собираем, как бы, с того, что есть. Правильно я понимаю, что сам автомобиль, вот вы даже сказали донор, он уже есть. И то есть, все это время над ним вы проводите опыты, модификации, то есть, что-то меняется постоянно, что-то где-то добавляется. Вот за этот период, какие есть уже, скажем так, результаты, которыми вы можете похвастаться? Или, возможно, ошибки, на которых вы уже научились, и вы знаете, что так мы делать не будем, мы сделаем по-другому, чтобы усовершенствовать это все? Да, действительно, доработок было очень много. Они начинали с самых первых этапов, когда мы полностью разобрали дозу винтика «Ладу Гранту» и приступили к сборке непосредственно родстера. Так не выходит, что мы получили один автомобиль и полностью перекинули его на второй. Так это не работает, к сожалению. Почти все запчасти надо переделывать. То есть, один только мотор и коробка. То есть, мы как сняли, так и поставили. Все остальные навесные детали приходится переваривать, перетачивать, модернизировать, чтобы установить на нашу машину. То есть, пазл, который вообще будет с нуля, по сути, собран, получается? Да, вообще с нуля. И комплектующие все отечественные исключительно. Начиная от ВАЗ-2108, ну, основа была взята оттуда, даже для «Лады Гранты» той же. И заканчивая уже последние гранты 22-го года, которые мы получили. Все комплектующие отечественные, но с нашими уже доработками. Которые были изначально придуманы в Бауманке, но тем не менее, даже на нашей модели, вроде которая такая же, как и в остальных 26 вузах, все равно у нас будут какие-то индивидуальные доработки. Чисто по механике даже. Это не брать в счет ту же интеллектуальную систему. Она вообще уникальная. Больше нигде нет. А в чем уникальность включается эта интеллектуальная система? Если простым человеческим языком. Простым человеческим языком получается то, что обыкновенный автолюбитель, без каких-либо углубленных знаний в механике, в автомобиле, он получает информацию в режиме реального времени о состоянии той или иной системы, которую мы предполагаем диагностировать. У нас просто каждый сотрудник, или аспирант кафедры, или инженер занимается каким-то одним направлением. И вот все, что мы возьмем, изучим, водитель будет получать в режиме реального времени информацию и знать, пришло ли время ему что-то менять, выработалось что-то, или в этом плане. То есть не по пробегу, как заявлено в сервисной книге. Это может быть нерентабельно, это может быть рано или слишком поздно, в зависимости от режима эксплуатации автомобиля. То наша задача состоит, чтобы сэкономить деньги автовладельцу, чтобы он личный раз ездил на станции технического обслуживания. Ну то есть, если я правильно понимаю, во многих зарубежных автомобильных компаниях, которые производят автомобили, но в целом, да, сейчас есть уже такая система, там тоже есть оповещение, когда что-то не так в автомобиле, или где-то какая-то даже маленькая запчасть, или если грязь в колесах, об этом оповещают самого водителя. Но опять-таки, как я понимаю, то есть вы хотите сделать усовершенствованный автомобиль, только нашего производства, и бюджетнее. Естественно. Ну, чтобы он был доступен, суть-то в этом, чтобы человек не прощался с автомобилем при первой же поломке. У нас для этого существует определенная база в плане этой интеллектуальной системы, которая позволяет нам немножко расширить кругозор для водителя, чтобы он не по датчику, который ему сигнализирует, что у него колодка стерлась, а уже в режиме реального времени понимал, что вот-вот скоро к этому моменту это все придет. Ну, я так правильно понимаю, то есть с запчастями будет проще, если что-то не так пойдет, да, то мы на базе, скажем так, любой человек у себя в городе сможет обратиться в автосервис, и ему это починят. Почему мы связываемся с отечественным автопромом? Потому что запчасти не надо заказывать, ждать. У нас, ну, даже в наше время вышел любой магазин, взял по наличию и поменял. А скажите, сколько сейчас задействовано человек именно от вашего вуза, вот в разработке, в модификациях, в идеях, опять-таки, каждый все равно приносит какой-то свой взнос, да, в этом плане? Ну, на данный момент на кафедре автомобильного транспорта задействовано вместе с педагогическим составом и студентами около 15 человек. Такая вот конструкторская группа, можно сказать. Ну, я бы сказала, даже и небольшая команда, если так посудить, как по мне, вот, это серьезная разработка, то есть, оно 15 человек, а разработка, вы говорили, вот, детали, их нужно заново, там, менять, что-то делать, этим занимаются те же люди или еще дополнительно вы, вот, обращаетесь, как это происходит вообще, вот, внутри вашей системы? И не всегда так получается. У нас довольно-таки давно это дело простаивало, таких проектов вуз не видел уже давным-давно, хотя бы хоть и технически, да, ну, в силу некоторых обстоятельств, да. И поэтому приходится снимать запчасть с автомобиля, измерить ее, замерить и с этими параметрами уже искать человека, который сможет по знакомым ездить. По знакомым, по друзьям, по соседям, ну, вот, так приходится работать. У нас нет элементарно, там, каких-то станков, там, всяких, ну, материнная база слабенькая, и приходится, там, тоже элементарно сварщика приехать, попросить знакомого что-то сделать, там, что-то выточить, что-то запрессовать. Поэтому, да, приходится, помимо того, чтобы работа в лаборатории, еще целыми днями разъезды с запчастями и по авторынкам. Ну, то есть, вами движет идея в целом, я так понимаю, в любом случае вы… Материально какой-то цели у нас нет, ну, это все на энтузиазме работает. Что касается в плане науки, мне, как аспиранту, это интересно, потому что я буду разрабатывать свой датчик, который буду внедрять в определенную систему в этом ростере. Это да, ну, это научный интерес присутствует. Но в целом, если брать проект, то все движет энтузиазм, абсолютно все. Ну, а вот в будущем, да, как вы себе, может, какие-то уже там планы, цели, мечты, вот как вы представляете себе все-таки завершение всего вот этого вот проекта, большого, какой-то выход в свет? Чего вы вообще ожидаете, опять-таки, если даже движет идея, вот какая она, в чем заключается? По окончанию проекта все эти модели 27 будут собраны в Бауманке, исследованы их специалистами, которые изначально этот проект придумали, которые с нуля все это начинали. Все это будет собрано, все, что все наши наработки, все наши исследования, все наши системы, датчики всех узлов, которые что-либо что внедрит в этот автомобиль, все это будет учитываться, и самый оптимальный вариант, который будет актуален и востребован, будет собрано все в один автомобиль и отправлено на презентацию нашему президенту Владимиру Владимировичу, который будет оценивать этот автомобиль. И в дальнейшем отправиться в малое производство на тот же автоваз. Вот в этом вот и идея. То есть здорово, если этот автомобиль плюс еще и выйдет в авторынок, да, в продажи, и наши жители будут, вот, я надеюсь, что все-таки, да, это будет бюджетное средство передвижения, и можно будет купить, да, хотя бы среднестатистическому жителю, и потом вот ты едешь, в нем тебе комфортно, все устраивает, и ты думаешь, да, это наши сделали. Ну, это круто на самом деле. А скажите, есть ли сейчас какие-то сроки вообще вот на выполнение этих задач, для вообще продвижения этой идеи, чтобы наконец-то ее в свет все-таки выпустить? Что касательно сроков, тут, наверное, мы их сами себе ставим. Понятное дело, затягиваться этим проектом ни в коем случае нельзя, но в силу, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу о материальных возможностях, в силу некоторых нюансов, проект бывает приостанавливается. Мы, конечно, наверстаем все это дело, даже не обсуждается, но бывают и паузы. Мы сами себе ставим сроки, естественно, потому что мы тоже понимаем, людям нужно выдать результат какой-то. Мы это рассказываем, 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 а что же мы, кто знает, что в итоге показать. Поэтому условными сроками мы ограничиваем себя сами. Ну, а хотя бы вот цель, например, там, в 2025 году уже закончить, или в 2024, или в 2026, вот хотя бы пример. В 2025 году уже планируется ко второму проекту приступить, может быть, даже дальше. А, даже вот так вот. Проект «Стрела». Да, проект «Стрела». То есть в 2024 году ростр уже, по идее, должен быть… Так, засекаем время. Да, если все у нас сложится, как вот мы здесь и говорим, о чем говорим, то в 2024 году, возможно, уже и отправиться на Москву. А вы сказали, проект «Стрела» – это что-то тоже связанное с автомобилями или вообще что-то другое? Может, мы уже будем от нашего, скажем так, производства, да, Луганской Народной Республики в космос летать? Там уже вообще другие разработки какие-то? Хотелось бы, да. Но «Стрела» – это пока наземный транспорт, это предполагается внедорожник отечественного производства. Это тоже проект в Бауманке, собран с нуля, полностью на отечественных комплектующих, и базой идет «Соболь-НН», полноприводная «Газель», которая сейчас вот недавно вышла на рынок. Это будет «Стрела-2», уже второй проект. И по завершению «Ростер Крым» нами мы планируем приступить вот к проекту «Стрела». Отечественный внедорожник. Ну, слушайте, это очень здорово. Спасибо вам большое, что поделились, рассказали. Я желаю вам как можно скорее, да, вот, все это завершить, закончить и получать, наверное, постоянную поддержку и помощь материальную. Да, давайте будем открытыми, потому что все-таки хочется, да, поскорее это увидеть и потом всем ходить и говорить, это наше сделали, мы гордимся ими. Вот, спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня были Юрий Артурович Тараскин, а также Александр Сергеевич Лошаков. Ну, успехов вам. Спасибо. Спасибо большое. В эфире «Утро Донбасса», не переключайтесь.